Привет! Вы смотрите программу Звукосниматель на телеканале ТНТ Онега. Перед началом сезона летних отпусков мы решили снять несколько программ в новой, только что построенной студии нашего телеканала. Возможно, в будущем, в новом сезоне, эта студия станет постоянным домом нашей программы. А сейчас смотрите, что у нас происходит. Не стану обманывать. Поводом для того, чтобы в нашей программе снять группу Джереми стал барабанщик этой группы. Постоянные зрители поймут, несомненно, почему. Наша группа называется Джереми. Мы уже имеем огромный стаж игры и исполнения этих песен. Вот, начнем с барабанщика. Это всем известный Андрей Агапов. Он играет и на барабанах, и словами играет неплохо. Басист Павел Витянович, прокладчик различных связей, в частности, интернет. Ну и я, Владимир Полусалов, на гитаре и пою. Плохо? Вроде. В бытность существования группы Джереми лет, не знаю, 7 или 8 назад у нас за плечами был фестиваль «Космодром», фестиваль «Иллюзии», еще что-то. Плюс фестиваль «Иллюзии». Плюс фестиваль «Иллюзии». А телевидения, в общем, не было. И тут появилась программа «Звукосниматель», и появилась идея собраться, сделать риньюнин наполовину и записаться. Наполовину, потому что... На две трети? Да, на две трети. Потому что в первоначальном составе у нас был другой басист, который сейчас живет в Петербурге. Никита Шеленков, привет ему от нас. Первая композиция называется «Alone», то есть «Один», и она рассказывает о суровых буднях рок-музыкантов, когда идешь домой после концерта, дождь, луна, и думаешь, а нафига все это все вот как-то вот так. Ну это вот обычная такая рок-тема. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры делал DimaTorzok Наша музыкальная жизнь, взаимоотношения в группе, началась песня даже на записи этой песни у Алексея Розина, она даже начиналась с фразы «Ты что, идиот?», то есть тут есть даже немножко мотивы русской литературы, может быть, где-то в глубине. В первоначальном составе мы долго не могли найти взаимопонимание, в группе нас всего трое. И начинали все песни со слов «Ты что, идиот?». Но, в общем, постоянно каждый играл, хотел играть что-то свое. В общем, в этом нет ничего плохого, потому что в результате что-то получалось, да? Но в личностном взаимоотношении часто бывало, что мы друг друга гад, почему ты не пришел на репетицию, там все такое. Поэтому вот, наверное, здесь корни кроются. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА